Коммуналка дорожает, количество неплательщиков растет. В службе судебных приставов больше 19 тысяч исполнительных производств, взысканий и долгов за услуги ЖКХ. Общая сумма задолженности больше 766 миллионов рублей. Гигантские суммы, конечно же, на юрлицах. Физики берут с количеством. Приставы отмечают, чтобы результат был, нужно работать всем вместе. Ресурсинги тоже должны выходить в рейды и проводить разъяснительную работу с населением. 1137 арестов мы с вами произвели совместно. Это больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, потому что тогда была цифра всего 690 арестов. То есть, говорит, что арестная работа нами ведется, ну, по крайней мере, удовлетворительно. Более 8 тысяч постановлений вынесено службой судебных приставов по ограничению права выезда должников за пределы Российской Федерации, что тоже больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, потому что в аналогичном периоде была цифра 5 тысяч. Вынесено 120 постановлений об обращении взыскания на право получения денег от потребителей ресурсов. Сумма составила больше 850 миллионов рублей. На самых злостных неплательщиков заведено 17 уголовных дел. Общая сумма взысканная с учетным частичным взысканием по неоконченным производствам составила 766 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным годом на 210 миллионов рублей. Остаток спонт-производства на конец отчетного периода составил 19 352 из компаний производства на сумму миллиардов рублей. Энерго с бытовой компанией Гарант население должно больше 97 миллионов рублей. У них собираемость платежей увеличивается за счет выставления пени. Также привлечения коллекторов и крайние меры отключения от электроснабжения. Ежемесячно обесточивают квартиры сотен семей. Но к этому прибегают, если другие меры недейственны. Приставы отмечают долги в пользу ТЭК на особом контроле. 20 декабря у нас будет всероссийская акция «Новый год без долгов». Судебные приставы будут находиться во всех торговых центрах, на всех площадках, где массовое скопление людей. Также можно узнать о своих долгах, если скачать приложение ФССП на свое мобильное устройство. Также на сайте нашего управления или на сайте ФССП России можно узнать о своих долгах, если они имеются. Также оплатить, не выходя из дома. Воздействовать на население нужно не только карательно, но и поощрительно. Поэтому СК «Гарант» ежегодно проводит свою акцию «Новый год без долгов». Среди тех, кто оплатил квитанции за ресурс за ноябрь и декабрь, они разыгрывают 40 призов. Это современная бытовая техника. Приятный стимул для погашения задолженности в 2019 году. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.